Замечательное время года наступает. Точнее уже наступила осень, золотая японская осень. Кто это там, смотри, в магазине стоит, а? Кажется, мы ее знаем, эту девушку. Как это? Я купил, что-то. Что ты купил? Мусяц и дурак. Что это? Это большой. Посмотрите. Что это? Какое? 100 евро. Ты что-то видишь? Как? Это вкусно. Аんко есть. Спасибо. Осень. Осень. Что это? Красиво. Осень золотая. Осень золотая. Да. Что это? Посмотрите. Аната ноттмире. Не, не. Почему? Не, не. Папе, это муси. Аната ноттмире. Да. Аната ноттмире. Да. Кстати, ребята, сегодня наткнулся случайно на видео. Мне в рекомендации попало видео. Блогерши-американки, которые замужем за японцем. И они вдвоем ведут канал. Довольно популярный канал. У них около 200 тысяч подписчиков. Просмотры тоже есть. О чем я хотел рассказать, так это было последнее видео на этом канале. В том плане, что это было как раз объявление об уходе с YouTube. Меня заинтересовала именно причина, почему они уходят с YouTube. Я потратил 15 минут времени, посмотрел оба их видоса. И оказалось, что они хотят завести детей. Ну, казалось бы, да? Заводили детей и снимают. Сейчас очень много всяких каналов, которые снимают своих детей. Которые снимают вообще только своих детей, да? Но в Японии все-таки отношение к этому немножко другое, к съемкам. А здесь тоже есть каналы детские. Я думаю, вообще японцы были в этом первопроходцы в какой-то степени. А в съемке именно своих детей играющихся. То есть наши-то в России вообще уже совсем поздно в этот тренд влились. В Японии это еще лет 5 назад было. Так вот, я подумал, почему нужно именно бросать YouTube, если ты хочешь завести детей? То есть что тебе это... Как тебе это будет мешать? Ты же можешь их, в принципе, не снимать. Но вот этот японец, он как раз мотивировал это тем, что я не хочу вообще как-то своих детей вот именно не снимать. Не то, чтобы их голоса были слышны. Даже за них хочу их снимать. Ничего не хочу о них рассказывать. Потому что я не могу взять у них разрешение на это. Он не может взять у своих детей разрешение. То есть он за них решить не может, как он сказал. То есть теперь ему надо ждать там, не знаю, до скольких лет. До трех, до четырех. Но с другой стороны, ребенок становится дееспособным только 18 лет, да? Когда он может сам за себя уже решить. Причем мне больше всего, конечно, еще не то, чтобы поразило. Позабавило, наверное, то, что он говорит, я на самом деле не хочу бросать канал. Я хочу заниматься видеоблогом. Но вот я не могу перебороть в себе. Не могу пойти вот против этих правил, которые я вот сам себе придумал. Вот это правило, что нельзя снимать детей без их разрешения. И я вот сам не могу через себя переступить. Наверное, причина все-таки не в этом. Наверное, все-таки они были не совсем откровенны со своей аудиторией. Вот эти два блогера. Не знаю, может быть, они и правду говорили. Но мне кажется, что они где-то не договорили, не домолвили. Вот Марита, наверное, уже устала держать камеру. Да, хорошо. Да, хорошо. Думает? Нет, а меня ноги短ые. Ой, секси. Я думаю, что как раз не договорили они в том плане, что это было не их решение, а это было наверняка решение их японской семьи, то есть каких-нибудь японских родителей, которые, возможно, вот как мне видится, отец подошел к нему и сказал, ну слушай, ты уже взрослый мужик, хватит заниматься этой ерундой, с этим беготней, с камерой, с съемками своей собственной жизни, раз ты собрался рожать детей, я тебе отвалю бабла, например, на покупку дома, но за это окончай заниматься этой ерундой. Именно так видится, потому что я не представляю себе вот, что человек, который вложил в свой канал там 2 года, 3 года там, не знаю, сколько они вели этот блог, хотя у них даже детей-то еще нет, они только собираются родить детей, и они уже завязали с этим. Но вот да, ирония в том, что у них это видео обычно набирали там не очень много просмотров, а вот это видео как раз сделалось и вирусом, надо же, когда они решили YouTube забросить, то есть, видимо, YouTube вам сказал, не надо, рано пока еще. Ааа, эмая, 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 эмай, эмая, эмое, эмая, 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 эмая... Охahl, охahl! Др Охального, охга! Накай! Давай, давай! Давай, давай! Дуля, которая... Наха, нет, это sensit туловия, с таким видом, что? Вот это. Никто, нет. Ну что ж, настало время рубрики «Интерактив», где я буду зачитывать ваши комментарии из моего профиля в Инстаграме, либо отвечать на некоторые вопросы. Под последней фотографией вы написали довольно много комментариев, поэтому перейдем сразу к ответам. Какую работу может найти человек в Японии, только переехавший и без знания языка? Работу преподавателя своего родного языка он может найти. Другую работу без знания языка найти будет очень сложно, разве что мыть посуду, например. И даже у большинства японцев мнение об иностранцах, об американцах, допустим, или каких-то белых иностранцах, когда они задумываются, кем эти иностранцы работают, первое, что им приходит на ум, это то, что они преподаватели английского. Так, этот вопрос задал Адлан Астемиров. Так, идем дальше. Расскажи про свой заработок в Японии, на что ты там живешь. Смотри-ка, Fast Breakfast как раз спрашивает, реально ли стать учительным в Японии. Вот только что ответил сразу двум людям. Да, что касается выбора комментариев или вопросов, я стараюсь выбирать наиболее интересное, именно для меня, да, и для аудитории. Какие-то часто повторяющиеся я пропускаю. Как думаешь работать в дальнейшее время? Думаешь ли преподавать онлайн японский язык час-два в свободное время, естественно, с оплатой? Покажи местные рамены, лапшичные, наверное, нам расскажешь и покажешь Эндрю 312. Думаю я работать, развиваться именно в сфере муви-мейкинга, да, если на английском это говорить. То есть создание фильмов, да, создание видео, развлекательного, познавательного, любого видео, которые, в общем, это то, чем я хочу заниматься. Я себя в этом нашел, и мне очень это нравится. Думаю ли я преподавать онлайн японский язык? Ну, знаете, преподавание это довольно-таки тяжелый труд. И если я и буду это делать, то, наверное, это будет дорого стоить. Поэтому я даже не знаю, будут ли на это, будут ли на это клиенты, найдутся ли, да. Потому что, когда я в России преподавал, я, помню, брал в час около, сначала у меня было около 500 рублей, потом 1000 рублей я брал за час. То есть, ну, сейчас я не представляю даже, сколько бы я брал за час, наверное, тысяч пять или шесть рублей за час японского, может, даже больше. Так что смотрите, если вы богатый человек, и у вас есть острое желание изучить японский именно от меня, то, возможно, у вас есть шанс. Так, дальше смотрим. Мигель Андреев спрашивает, Сергей, уже давно смотрю твои видео и все время задаюсь вопросом, считаешь ли ты себя медийной личностью и как относишься к разговорам о своей личной жизни? Да, считаю себя медийной личностью, и поэтому к разговорам о своей личной жизни отношусь с насторожностью. Вот та часть моей личной жизни, которой я хотел бы поделиться, она находится на моем канале. Да, какая-то другая часть моей личной жизни, которой я не хочу делиться, соответственно, ее на канале нет. Я посмотрел, допустим, некоторые блоги, вот как раз о котором я говорил в моем сегодняшнем видео, об этих двух японских блогерах, вот они показывают вообще всю свою личную жизнь, прям, да, там девушка показывает, как она дома убирается, как она там расставляет вещи, то есть я на это, наверное, никогда не пойду, чтобы прям показывать целиком свою квартиру полностью, да, чтобы можно было оценить, как я живу. Все-таки какую-то часть нужно оставлять за кадром, показывать именно то, что вот в рамках камеры, да, вот в рамках кадра, вот мы хотим что-то показать, вот показывают то, что в кадре, а то, что за кадром, это уже, извините, это уже личная жизнь. Как продвигаются дела в режиссерской деятельности? Димакс22 спрашивает. Ну вот пока, пока трудно продвигаются, где-то я уже это говорил, но вот чтобы снимать какие-то серьезные проекты, фильмы, нужна команда, а это требует дополнительных именно затрат психологических, временных, чтобы вот людей организовывать и как-то вот двигаться. Это все трудно, то есть это все очень тебя тормозит. Вот блог, чем он мне нравится, то, что ты ни от кого не зависишь. У тебя есть камера, у тебя есть окружение, у тебя есть эта сцена, которую ты можешь снимать. Тебе ничего не нужно больше, тебе не нужно каких-то людей там вызванивать, с кем-то договариваться, ты просто взял камеру и снимаешь, и все, потом садишься, монтируешь, вот ты сам себе режиссер. Вот это мне, в принципе, нравится в блогинге, очень. Но, конечно, я не собираюсь на этом останавливаться, постепенно, постепенно вот набираясь опыта и в съемках, так как я и сам непосредственно постоянно работаю в команде, только как актер. Вижу, как все это происходит, как происходят эти процессы, учусь этому, учусь именно созданию фильмов, учусь, как работать с командой. И, в принципе, я думаю, что я к этому уже движусь, именно к профессиональному созданию каких-то уже более крупных проектов. Я думаю, я к этому приду, рано или поздно. Так, хороший вопрос, да, интересный вопрос. Так, дальше еще про съемки, смотри. Ну, вообще, вот этот вопрос очень такой глубокий, на него нужно, конечно, отдельное видео делать, вряд ли можно его расписать в нескольких предложениях. И да, у меня готовится сейчас ролик о моем опыте работы с голливудской командой, да, на голливудских съемках в течение месяца. И как раз думаю, вот в этом-то ролике я и постараюсь как-то вот ответить на этот вопрос. Сергей, расскажи в следующем выпуске, сколько русские перебрались на ПМЖ в Японию, поддерживаешь ли ты с ними связь, дружишь или помогаете друг другу, спрашивает Даниэль86 инбокс.ру. Ну, вообще, русских на ПМЖ около 10 тысяч, согласно статистике, в Японии всего лишь живет очень мало. Помогаем ли мы друг другу? Да нет, вряд ли можно какой-то помощи ожидать. Все-таки комьюнити в Японии русское, оно разрозненное, какого-то даже комьюнити толком нет. Есть некоторые группы на Фейсбуке узкие, где общаются именно люди, которые живут в Японии, они решают какие-то вопросы организационные. Какие-то нюансы там, да, юридического плана. Есть очень неплохое сообщество, по-моему, называется информационно-юридическая поддержка русских в Японии. По-моему, так оно называется. То есть, если вы находитесь в Японии, и у вас какая-то неприятность, какой-то срочный вопрос, вы можете туда обратиться, там квалифицированные люди даже обитают, вы можете там у них узнать информацию. Как я прорекламировал это сообщество, надо же, смотри-ка. Хорошо, ребят, надеюсь, ответил на много хороших вопросов. Извините, на чьи вопросы я не ответил, или те комментарии, которые я не зачитал, так как совершенно я не могу ответить на все, но буду стараться постепенно, да, на выборщины некоторые отвечать. Поэтому у вас также есть шанс, что ваш вопрос, ваш комментарий будет, ну, увиден и зачитан. Поэтому обязательно приходите на мой профиль в Инстаграме и пишите ваш комментарий под последней фотографией с пометкой «Интерактив». И именно оттуда я буду зачитывать комментарии в одном из следующих своих видео. Надеюсь, это было интересно для вас, познавательно или развлекательно. Мы увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Куаев из Токио. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok